Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня у меня заключительный репортаж с фестиваля «Лучше, чем в жизни» в Дюнах. И говорить я буду о группе Electric Indians, которые там выступали последними. Буду объяснять вам, зачем я хотел побывать на их выступлении. Я узнал о них совсем недавно от друзей, порекомендовавших мне послушать их дебютный альбом под названием «Back to Reality», который вышел весной этого года на английском языке. Я узнал, что это питерская команда, на данный момент времени пока не очень широко известная. О них практически нет информации ни в Википедии, ни вообще в интернете. Так, какие-то обрывки мыслей во Вконтакте, какие-то краткие упоминания в афишах. Ну, может быть, я плохо искал, но я не знаю ни фамилии участников, ни даты образования группы. Очень скромные ребята. Они афишируют себя, но уверен, что, как и любой артист, мечтают о большой сцене. Что противоречит отсутствию информации о них. Из того, что я нашел, могу поведать следующее. Во Вконтакте, сами о своей музыке, они говорят, что они играют прогрессив-рок. Дословно. На первой страничке у них вывешен следующий девиз. Вернем в реальность прогрессив-роком. Послушав их музыку, я могу согласиться, что да, есть некая преемственность по отношению к прогрессив-року и к арт-року. Но в то же самое время видно и новое, современное понимание такой рок-стилистики и ее развития. А также привнесение новизны от современного хэви-метала. Я, конечно, не знаю, что они хотели сказать словом «индианс», но вот по поводу слова «электрик» выскажу свое предположение. Что они хотели подчеркнуть связь своего индивидуального стиля с прогрессив-роком прошлого столетия. Ведь одна из самых известных групп прогрессив-рока называется «Electric Light Orchestra». До сих пор еще играют, с 70-го года. Люди, разбирающиеся в рок-музыке, знают, что прогрессив-рок, арт-рок и джаз-рок – это такие вершины рок-музыки, до которых хард-рок поднялся в 70-х годах прошлого века. Поэтому «Electric Indians», на мой взгляд, выбрали неплохую точку отсчета и опоры. И хотя весной 2021 года у них вышел дебютный альбом, как они говорят, предполагающий то, что это молодые музыканты, тем не менее в Ютубе есть клип на песню «Метель», датируемый 2016 годом. Значит, группа не вчерашняя. Раз они уже 5 лет назад делали клипы, есть еще в Ютубе видео с разных концертов. Но анализируя их музыку, я вначале буду говорить о дебютном альбоме, как о студии на работе. И в качестве примера буду приводить аудиодорожки, так как клипов на эти песни я не нашел. А затем уже поделюсь своими впечатлениями от живого выступления в «Дюнах», где уже буду показывать свои видео. И еще скажу, что в ютубовской версии моего блога музыки группы не будет, так как мой пост сразу заблокируют. Только в инстаграмовской версии. Начну с самого названия альбома. Предположение, зачем в названии группы слово «Электрик» я высказал. Но зачем они назвали альбом «Back to reality», дословно копируя название альбома 1999 года американской глэм-рок группы «Слоттер», я теряюсь в догадках. Хотя хочу сказать, что «Слоттер» неплохая глэм-роковая команда с двумя платиновыми альбомами. Может они и здесь хотели показать какую-то преемственность, но я ее не заметил. Поэтому хотелось бы услышать от самих музыкантов «Электрик Индианс», зачем они так сделали. Но какое общее впечатление от альбома? Очень интересная рок-музыка. С использованием современных подходов и достижений, как хэви-метала по части звучания и рифовой ритмики гитары, так и использования традиций хард-рока, в частности прогрессив-рока и арт-рока. Музыканты экспериментируют и со звуком, и с размерами, и с ритмикой, как гитарной, так и барабанной. На записи очень прилично звучит и вокал, и инструментал. У вокалиста приятный, слегка тепловатый, как будто бы слегка простуженный, но очень гибкий голос. Он хорошо владеет и чистым вокалом, и техникой расщепления связок, что демонстрирует на протяжении всего альбома, начиная с самой первой песни «Presager». И периодически доходит до фальцета, как он делает это в песне «Cycles». Также в альбоме постоянно используется многоголосие, что придаёт красоту песням и подчёркивает, как связь с прогрессив-роком, так и демонстрирует грамотность музыкантов, способных интервально разложить вокал. Это наглядно слышно в песне «Once More». В песне «Kill the Silence» им удалось сделать очень красивое многоголосие, сымитировав звучание старой виниловой пластинки. Для придания концептуальности своему альбому они многие песни связали философскими рассуждениями о вечности, о космосе, о реальности и о нас, слабых и грешных, которые произносили на английском языке и дублировали на русском. Особенно отчётливо это слышно в песне «Rhetorical Questions». А в песне «Concrete Jungle» они даже происпользовали какие-то то ли африканские, то ли индийские хоровые напевы. Мне понравилось. Но если кто-то подумал, что музыканты какие-то ботаники и умеют только музыкально умничать, как это принято в прогрессив-роке, то это не так. Они и рубить умеют очень хорошо. Отмечаю чёткое и точное звукоизвлечение гитариста и слаженную работу ритм-секции в каждой песне. Но для наглядности включу песню «Dualities». Вот такая интересная группа, набирающая мастерства и популярности. Теперь перейду к живому выступлению в «Дюнах». С одной стороны, меня, конечно же, впечатлила энергетика команды, особенно фронтмена. Это мир вокруг нас, это ритм-секционный мир, мы все просто в иллюзии, структуре в вашем голове. Реал мир не имеет смысл или вкус. Нет лица, нет лица, нет лица. Я хочу показать вам ваша реалития. С естественных голос Я хочу показать вам вашу реалитию от т.п С твоей реалитию от т.п Меня Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Но если говорить о звучании, то согласитесь, альбом звучит намного лучше, чем живое выступление. В альбоме отчетливо слышны партии всех инструментов, вокал, подпевки. Здесь же все звучало как-то в общем. Этакий упрощенный вариант студийной записи. Для панк-рока и хэви-метала сойдет, но к современному прогрессе в руку требования повыше. Понимаю, что это фестиваль с сотней зрителей и билетами по 500 рублей. И для всех участвующих в нем музыкантов, по сути дела, выступление здесь является благотворительностью. Тут и неподготовленная площадка для проведения подобных мероприятий, и одна аппаратура на всех, которую сами музыканты собрали с миру по нитке. И нет достаточно времени, чтобы провести качественный саундчек. И даже негде разместить звукорежиссера, чтобы он контролировал звук. Но это не меняет суть и дело. Факт остается фактом. Есть расхождение со студийным качеством звучания. А я напомню всем, что клипы со студийным звуком – это реклама музыкальной продукции. По факту на концерте потребителю продают товар другого качества. Мне могут возразить, так всегда студийные работы звучат лучше, чем живое выступление. На что я отвечу – не всегда. И я могу назвать группы, которые мне доводилось слышать, и которые выступали полностью вживую, но при этом звучали как с пластинки. Из западных – это как раз группы прогрессив и арт-рока. Группа 10CC и группа The Alan Parsons Project. Концерты, которых мне довелось слушать в Крокусе. Полная идентичность со студийной записью. Но правда и на сцене было человек по 10. И звукооператоров было человек по 5. Из наших групп назову музыкантов другой направленности. Но все же – это Калинов мост, а также Чиж и компания, и Сурганова со своим оркестром, которых я также слушал там же, в Крокусе. Ситуация идентичная, как с пластинки. Мне опять могут возразить. Так тоже музыка полегче, да и в закрытом помещении. Да еще в специализированном концертном зале с прекрасной звуковой аппаратурой. Да, согласен, там другие условия. Но уже после концерта я специально посмотрел в Ютубе презентацию дебютного альбома «Electric Indians» в московском клубе «Фракция» в мае этого года. Все то же самое. Если в альбоме достаточно много вокальной полифонии, то на живом концерте, что на фестивале в «Дюнах», что на презентации альбома во «Фракции» вокалист вроде бы постоянно включал плейбеки на своем ноутбуке, но многоголосие еле прослушивалось. Была некая несбалансированность бэктреков с живыми инструментами и голосом. Но у них, насколько я понял, и специального звукорежиссера на концерте не было. По крайней мере, я его не заметил. Все плейбеки и эффекты включал сам вокалист. Субтитры создавал DimaTorzok Отсутствие звукорежиссера не позволяет контролировать звук со стороны, и такая многостаночность, к тому же, мешает вокалисту сосредоточиться на своей непосредственной работе, пении. Понимаю, что содержание звукорежиссера – это затраты, но на них придется идти, если думать о большой сцене. А вот песня под акустику у них получилась очень хорошо. На концерте акустическую гитару взял в руки барабанщик, и они вместе с гитаристом составили хороший аккомпанемент вокалисту, исполнившему песню «Метель». Кажется, близится очередная гроза, но мы забываем, как это жить без дождя. Но изменится все, и время сможет грусть. С твоего лица схлылет тоска, а иначе и не может быть. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И именно так появляются чувства, когда тебя начинает качать летло на даг- И когда по-новому тебе тепло… Это все метель, метель тех самых дней Уносит туда, где все мы верили в те самые лучки Чему я хочу отдать должное и кого бы я отметил в ходе их выступления? К сожалению, я не знаю ни имен, ни фамилий музыкантов по причине их ложной скромности И отсутствия информации в публичном информационном пространстве Поэтому я буду отмечать их по специализации Мне понравилась сложная работа всех музыкантов Но в первую очередь хочу отметить вокалиста Который обладает мощной энергетикой и очень хорошо заводит публику Это очень важное, может быть самое важное качество рок-группы Уметь завести, раскачать зал КОНЕЦ Мне также понравился гитарист Который придумывает и исполняет отличные рифовые партии И очень четко работает на сцене, без лишней суеты Звукоизвлечение чистое Его партии хорошо читаются Они отчетливо слышны Настоящее украшение песен Ну и барабанщик у них хороший Отличные, оригинальные рисунки Интересные сбивки Мощный удар Да еще и на гитаре неплохо играет А без хорошего барабанщика, как вы знаете Создать приличную группу невозможно У них человек на месте Штаны не протирает Басист был как-то в тени Но думаю, что он тоже хорош Так как уверенно держал на себе всю музыку А хорошую музыку невозможно сделать Без равнозначности партнеров по мастерству И слаженности работы всего коллектива В общем, подводя итог, должен сказать Что это очень перспективные ребята Это очень удачно сложившийся музыкальный коллектив Но есть над чем работать Особенно помятуя то Что все-таки можно добиться того Чтобы живое звучание было не хуже Чем с пластинки И еще Если хочешь стать известным То не стоит прятать информацию о самом себе Или относиться к этому пренебрежительно Это противоречит твоим устремлениям Хочу пожелать им успеха Я в любом случае получу удовольствие И от их выступления И от посещения фестиваля Лучше, чем в жизни И под конец сегодняшнего блога Покажу беседу с одним из зрителей По окончании фестиваля В принципе, неплохо все работали Но я отметил звук На самом деле первой группы Стейк Стейк У них был очень сочный звук Очень хороший барабанщик Прям хорошо работал Я понимаю, что они там были с бэктрекингами Со всем это поддержкой Нет, ну барабанщик Ну барабанщик там классный Я ему руку пожал, честно скажу Классно он работал Вот это я отметил Но потом я уезжал в Ласточку Я хотел инвертор посмотреть Но они коронавирусом заболели Потом вернулись сюда На инвертор В смысле на электрокилл На Киров не было? Смотри Смотри Киров Неплохо Да А мне кажется Ну мужики Ну темпу смените У них все стейк Нет, нет, нет А там же На самом деле Метафорический разгон Я понимаю Про все Но через еду Ну ясно Я понимаю Ну может быть Ну нет, грувец По мне, нет Ну я проанализирую Я так У меня звук И барабанщик Получишь, пожалуйста Барабанщик разъем На самом деле У него, к сожалению Грыжа в позвоночнике Поэтому он не может Нормально играть Типа в группах обычно Но для ребят Он наступает Но у Электа Это арабанщик Очень классный Он очень разнообразно стучит У него рисунки Очень интересные Да блин Да блин Это было просто душевно Объединяющий движ был Честно говоря Я удивлюсь Что они его на руках носили Зажигал так Людей немного А его на руках носили Класс Вас как зовут? Андрей Я Сергей Приятно познакомиться Видел вас Ну в личку напиши Вам так же Счастливо На сегодня все До свидания друзья До следующих концертов